В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение о заморозке до минус 3 градусов. Синоптики прогнозируют ночью в нескольких регионах – в Карагандинской, Североказахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях. Сегодня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, а в Казлардинской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Акмолинской области в выходные дни также сохранили запрет на деятельность ряда объектов. Согласно постановлению главного санитарного врача, будет ограничена работа ТРЦ, салонов красоты, парикмахерских, саун, спортивных комплексов и тренажерных залов. Закрыты будут крытые продовольственные и непродовольственные рынки, религиозные объекты, образовательные центры и аттракционы на открытом воздухе. Общественный транспорт в областном центре будет ходить по 3 часа – утром с 7 до 10 и вечером с 17 до 20 часов. Родители первоклассников в Ак-Тубе бьют тревогу. В нескольких школах города все еще продолжается капитальный ремонт. Детям приходится учиться дистанционно. Они не имеют понятия о том, кто такой классный руководитель и как проходит учебный процесс. Дистанционное обучение для школьников начального звена не дает качественных знаний, считают родители. С ними встретилась Айслу Махмутова. Шестилетний Оружан – единственный ребенок в семье. Каждое событие в жизни дочери для родителей большой праздник. Поэтому первого дня в школе они ждали с особым волнением. Однако торжественная линейка, посвященная началу учебного года, не состоялась. Ждали, мы готовились, мы ждали, потому что у меня те же самые друзья, коллеги, у всех была линейка в других школах. И как бы все готовились, мы так же наравне, мы просто не знали, что не будет. И форма, естественно, все абсолютно. И те же бантики, и колготочки, все приготовили. Но, к сожалению, вот из-за этого ремонта у нас как бы не было. Лишили нас этой радости. В 26-й средней школе в этом году сформировано 7 первых классов. За парту должны были сесть 167 мальчишек и девчонок. Однако из-за ремонтных работ детей принять не удалось. Они вынуждены учиться дистанционно. Хотя бы первые классы должны в школе грамоту принимать. Они должны знать, что надо утром вставать, идти в школу, одеваться, с портфелем, за партой хотя бы сидеть. Это первый класс, это азы, это начало. Дети сейчас сидят дома, не имеют понятия, что такое школа, как держать ручку, кто такой классный руководитель. Они ничего не знают. А школа на данный момент просто не подумала о первоклассах, я так считаю. Просто бросили на авось. Но это тяжело. У меня получается трое учеников дома. Я работаю, сидеть не с кем. Старший отвлекается от своей учебы, чтобы первый класс поднять, просто разбудить и посидеть с ней. Потому что она элементарно не понимает. В Желгородке мы живем, и у нас все, кто ходит в 16-ю школу, вот эти 25-ю школу, кто ходит, все они учатся. Они утром идут в школу. По информации руководства учебного заведения, капитальный ремонт в здании 74-го года постройки начался в мае текущего года. Для проведения работ по замене окон, дверей, обновлению фасада, монтажу электрических сетей были стянуты силой двух подрядных организаций. Специалисты следуют графику и, согласно договору, обещают сдать объект в октябре. Прием учащихся станет возможным со второй четверти. Между тем, вопрос с первоклассниками здесь обещают решить в ближайшее время. Я сейчас обратилась и к директору соседней школы, и начальству городского отдела образования. Пока в устной форме дают добро. Единственный тут минус, конечно, школа будет только свободна после двух. И сейчас я с родителями переговорю. Если они на это согласны, мы будем идти организовывать с понедельника. Тем временем аналогичная ситуация сегодня наблюдается еще в пяти общеобразовательных учреждениях города. В двух школах, несмотря на проведение работ по благоустройству территории, открылись дежурные классы. В остальных ремонт обещают завершить в течение месяца. В этом году на ремонт более 20 объектов образования выделено 2 миллиарда 160 миллионов тенге. В девяти зданиях работы завершились. В остальных идут согласно графика. В школах города открыты свыше одной тысячи дежурных классов. Всего в этом году в первый класс были приняты более 10 тысяч маленьких актюбинцев. Половина детей посещает школу. Другая часть, по желанию родителей, обучается дома. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев, Актубе, Хабар, 24. После шестимесячной паузы рассмахнут свои двери для учащихся школы Азербайджана. Но с 15 сентября за парту смогут сесть пока только младшеклассники. Чтобы избежать массового скопления учащихся, занятия планируют начать поэтапно. Подробности в материале нашего собственного корреспондента в регионе Шафа Калиевой. В Азербайджане в последние две недели наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В некоторых сферах начались послабления жестких мер. В их число входит сфера образования. По утвержденной министерством программе, первыми пустые парты в школах наконец займут дети младших классов. В этом году их порядка 640 тысяч. Из-за риска распространения COVID-19 занятия будут проходить 2-3 раза в неделю. Предусмотрено, что в местах с низким уровнем заболеваемости уроки будут 2 дня в неделю, а в местах, где не наблюдаются COVID-19, 3 раза. Классы с 20 учениками будут разделены на две части, и они будут приходить в школы поочередно. И даже часы прихода учащихся будут различаться, чтобы их контакты между собой были сведены к минимуму. На входе в школу будет предусмотрена обязательная проверка температуры у учащихся и учителей. Но быть на занятиях в масках младшеклассникам не нужно. Они обязательны с 12 лет. В старших классах занятия пока будут проходить в онлайн-режиме. А с начала октября, в зависимости от эпидемиологической ситуации, к очным занятиям по плану должны вернуться среднее звено и старшеклассники. Онлайн-уроки не могут полностью заменить традиционное обучение. Кроме того, не у всех школьников есть необходимые технические возможности. Поэтапное возобновление занятий позволит получить от школьной программы больше знаний. А вот студенты вузов продолжат учебу онлайн до 15 октября. После, если ситуация с распространением коронавируса останется под контролем, они смогут вернуться в родные аудитории. А первокурсники, наконец, увидят коридоры и кабинет-альмаматор не через экран компьютера. Айдена Карибжанова, Шафакалиева, Айгюн Гасан, Хабар-24, Баку. Всемирная организация здравоохранения не ожидает начала массовой вакцинации против COVID-19 до середины следующего года, заявили в организации. Представители ведомства отметили важность строгой проверки вакцины на эффективность и безопасность. Между тем, еще 76 стран присоединились к глобальному альянсу ВОЗ по равномерному распределению вакцин. Как сообщили в организации, альянс будет следить, чтобы страны не накапливали вакцины и делали прививки самым уязвимым группам населения. Своё участие в инициативе уже подтвердили Япония, Германия и Норвегия. Ведутся переговоры с Китаем. Как минимум 7 тысяч медицинских работников умерли от коронавируса с начала пандемии. Об этом заявила международная неправительственная организация Amnesty International. По данным организации, больше всего медиков погибли в США, Великобритании, Бразилии, России, Индии и Южной Африке. При этом реальное число жертв инфекции в сфере здравоохранения может быть гораздо больше. Представители Amnesty International в очередной раз призвали государство предпринять все необходимые меры по защите медработников. В Туркестанской области задержали две группы скотокрадов. По версии следствия, незаконным промыслом они занимались в нескольких районах. Только за последний год подозреваемые угнали 58 лошадей и 20 голов крупного рогатого скота. Ущерб составил больше 40 миллионов тенге. Восемь человек сейчас находятся под стражей. Все они жители Туркестанской области и Шимкента. Также задержаны четыре скупщика краденого скота. На данный момент законным владельцам возвращены 42 похищенные лошади. Все остальные обстоятельства выясняются. В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Заморозки до минус трех градусов. Синоптики прогнозируют ночью в нескольких регионах. В Карагандинской, Североказахстанской, Павладарской, Акмолинской и Кустанайской областях. Сегодня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. А в Казлардинской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В эти минуты в столице стартовал уникальный забег. Его особенность в том, что стать участниками марафона могут все, кто пожелает. Причем не выезжая из собственного города или поселка. Подробности телепортации готова рассказать моя коллега Ирина Панфилова. Она тоже с утра пораньше решила приобщиться к ЗОЖ. Ирина, доброе утро. Много вас таких в это холодное утро? Гульнара, доброе утро. Да, действительно, мы находимся сейчас на онлайн-забеге. Я уже успела немножко размяться. Честно говоря, я не увлекаюсь бегом. Вообще, впервые буду бежать в марафон. Стало интересно. Вообще, решила приобщиться к здоровому образу жизни. Народу, в принципе, много. Хочу отметить, что все соблюдают дистанцию. Если бежит группа людей, то они в масках. Ну, по крайней мере, тех, которых мы видели. А те, кто по одному, они по одному. Вообще, интересный очень марафон. Потому что организаторы не ставят каких-либо ограничений. Принять участие в забеге может кто угодно. Не важно, профессионал ты или нет. И самое главное, что начать старт ты тоже можешь сам, сам можешь закончить. Нужно пробежать 5 километров. Вот я хочу сказать, что на телефоне есть... Я скачала такое приложение, называется «Страва». К сожалению, издалека не видно, но вам нужно зарегистрироваться в этом приложении. Просто нажать, что вы хотите бегать. Нажать старт. И уже организаторы потом посмотрят, что вы принимали участие. Подведут итоги. И тогда наградят самых достойных. Вот давайте рядом со мной стоят группа людей. Нескоро у них будет забег. Давайте поговорим. Здравствуйте. Все будете бежать? Обязательно будем бежать. Мы как раз последние делаем настройки в регистрации на сайте. Как вы уже отметили, это можно будет... Любой желающий может зарегистрироваться на этом сайте, который у нас указан на баннере s10.ran. И принять участие, бежать с любого абсолютно места в любое время. Главное, чтобы он здесь зарегистрировался, и результат его потом будет отображен. Интересная идея в целом, что, не знаю, может быть, бежите и чувствуете, что рядом весь Казахстан с вами бежит большой марафон? Конечно, естественно. Это интересная идея. Такой опыт уже был пару дней назад, 3-го числа. Бежал не только весь Казахстан, бежал весь мир. Поэтому сейчас мы все вместе. Вот здесь вот наши спортсмены. Давайте поговорим. Вот, девчонки, девчонки, как часто вообще бегаете? Мы работаем в прямом эфире Хабар-24. Как настроим? Не лень было в субботу вставать? Такую рань, чтобы прийти сюда побегать. Нет, вставать не лень, конечно, но бегаем и нечасто. У нас немного другая специфика спорта. Ну нет, общая физическая подготовка занимаемся, конечно, бегаем. Да, это, можно сказать, нелюбимое занятие, но, как говорится, надо. Ну, какие эмоции сейчас? Погода, в принципе, сегодня позволяет. Я думаю, вот, может быть, не знаю, хотите сказать, чтобы все побежали? Что это даст вам? Ой, конечно, конечно, мы призываем всех, в принципе, заниматься спортом, здоровый образ жизни и беречь себя. Нет, спорт, тем более сейчас, в наше время, это очень важно, следить за собой, следить за здоровьем и восстанавливаться после всего того, что случилось, в принципе, со всем миром. Спасибо большое, вам хорошего забега, можно, конечно. Это вот наши спортсмены, они, получается, да, обладатели путевок на Олимпийские игры, наши, да, вот, сестры Немичи наши. Артем Захаров, да, это все члены национально-сборных команд, наши. Как у вас настрой? Отличный, готовый, боевой, да. Все, хорошо, спасибо большое, хорошего забега вам. А мы давайте немножко пробежимся, вот как раз у нас есть организатор рядом, и мы с ним поговорим, да, давайте немножко пробежим, расскажите, только давайте немножко, не сильно, а быстро, я же говорила, я новичок, поэтому нужно нам сейчас немножечко у нас тут извиняемся, технически неполадки. Расскажите вообще, почему появилась такая идея, вот такой марафон организовать? Ирина, к нам обратилась Федерация Легкой Атлетики Казахстана соорганизоваться по поводу челлендж-парк Нур-Султан. Поэтому мы максимально поддержали, потому что есть все условия, во-первых, почему. В этом году, вот как вы видите, мы сейчас бежим по травмам безопасности дорожки, это 3,5 километра дорожки центрального парка, мы в этом году восстановили. На протяжении 7 лет он не восстанавливался, поэтому в этом году 3,5 километра центрального парка сделали воркаут площадки, стритбол площадки, тренажеры увеличили количество. В целом период пандемии показал, что спорт на открытом воздухе, он популяризировался, поэтому мы максимально поддержали своих граждан, соответственно, такую большую работу в этом году провели. А расскажите, пожалуйста, вообще, есть какие-то, вот я говорила, я знаю, ограничений нет, да, то есть кто угодно, профессионал, ты не профессионал, без разницы. Абсолютно. По темпу, вот как я, например, если я так же буду бежать, сейчас мы просто с вами разговариваем, чтобы... Вы можете так бежать, ну, мы сейчас разминаемся с вами, а так ограничений нет, может воспользоваться этим моментом любой желающий, только, конечно, нужно здесь санитарную норму соблюдать и количество людей, не больше, там, 3-5 групп людей создавать. В принципе, такое... Ну, у вас как настроение, не знаю, сегодня кому-то там, друзьям, кому-то, может быть, позвонили, чтобы пришли? Мы, да, в принципе, ну, мы периодически сами бегаем, я сам бегаю 3 раза в неделю после работы, поэтому, в целом, у нас есть группа, которая бегает, мы сегодня будем все участвовать, я ставлю туда, это я буду передавать своим друзьям. Это можно сделать в любом городе Казахстана, да? Это можно сделать в любом городе Казахстана, где более-менее есть условия. Хорошо, спасибо большое. Хорошего вам забега. Спасибо. Все, немножко еще пробежимся. Да, я хочу отметить, что действительно во всех городах Казахстана, кто может скачать это приложение, а кто угодно может его скачать, зарегистрироваться очень легко, поэтому, ну, я, Гульнар, передаю вам слово, потому что раз уж размялась, пойду немножко побегаю, может быть, в дальнейшем меня ждут большие марафоны. Так что все, отдаю коллегам микрофон. Хорошего дня вы можете тоже, кстати, после эфира принять участие. Обязательно, обязательно. Ирина, большое спасибо и хорошей пробежки. Это все, о чем мы успели рассказать. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.